Всем привет, с вами Атси, и это продолжение Silent Storm, та самая сложная миссия, которая нас немного нервирует, и поэтому давайте вернёмся в игру и продолжим это всё довершать. У них у многих FG-42. Хм, круто, что я скажу. Так, ладно. Что у нас тут сейчас за ситуация? Мы заканчиваем ход. Вот, сук у нас разведчик пасёт вот за этими вот всеми, кто выбегает из этого здания, и по его, так сказать, засвету мы сняли весь этот сброд. Сброд мракобесия, или как это можно назвать ещё? Ну, короче, эти ребята в очень клёвых таких костюмах, которые подошли бы к какой-нибудь, не знаю, к какой-нибудь постапокалиптической игре скорее. Ладно. Блин, эта женщина специально закрыла собой вот этого нашего противника. Как меня это бесит. Это реально. Искусственный интеллект дружественной стороны здесь... Это самый большой тронинг со стороны разработчиков. На самом деле. Ну, хотя бы отошла. Молодец. Дверь только не закрывай. Скотина. Предательница. А ещё мы её защищать должны. Нет, это не порядок. Непорядок. Ну ладно, Зинаида, думаю... Нет, Зинаида тут уже не способна ничем помочь. И стрёмный. Только так, относительно. Ну... Ну, 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 ладно, АОС. Но всё равно это не помогло нам его добрать. И это здорово. Что у нас тут? РПД, ФГМ... Всё в порядке. Значит, стрёмному надо перезарядиться. Я считаю. Хорошо. Тут у одного, наверное, пять снарядов. У одного 75, да? А не, 70. Тогда всё нормально. Так, это кто у нас? Учёные. Так, здесь у нас солдаты с... С винтовкой. Надо с этим что-то делать. Так, нас никто не видит. Надеюсь. Хорошо. Да-да. Зинаида его, к счастью, засекла. Это здорово. Хотя... Мы и так его видели из-за сука. Но, тем не менее, теперь мы его видим, когда он даже в здании. А это уже что-то значит. Какой-то плюс. В нашу сторону. В нашу пользу. Так сказать. Хо-хо-хо. Ну что ж. Давайте, духу-дружеская сторона, ходите. Только не поубивайтесь там, ради бога. Ох. Это всё будет очень печально. Кстати, видите этот лифт? Это очень печальный лифт. А видите вот эти ворота? Это очень печальные ворота. Эх. Ну да ладно. Жаловаться не будем, потому что эржаловаться это не клёво. Ну-ка. Нет. А какой перк мы умеем взять? Что это у нас? Увеличенная дальность стрельбы. Так-то лучше. Ай-ду-гуд. Ай-ду-гуд. Блин, клевый акцент. Постарались локализаторы. Молодцы. Локализаторы англоязычные, я имел в виду. Хорошо. Сняли. И это здорово. Хо-хо-хо. Что мы сейчас будем делать после этого? Конечно, надо будет нам держать снайперов ближе к первым рядам, потому что когда полезут панзерклейны, если они полезут, конечно же, а в этой миссии они, наверное, полезут. А может и не полезут. Откуда я знаю? Я в эту игру так давно играл, что уже ничего не помню. Так. Ну ладно, давайте опять сохранимся. На миддл 3 на этот раз. И попробуем нашим разведчикам что-то сделать. Хо-хо-хо. Найти что-нибудь сделать, убить. Я не знаю. Может быть, получить еще опыта. Поднять пару левелов. Я думаю, это никогда не будет лишним. Но да ладно. Ну вот видите, без потерь так вот положили целый отряд. Все благодаря тактике. И грамотной разведке. Что-то они почти все... У-у-у-у, что это, что это, что это? Что это за раскоряка такая? Фу-у-у-у. Как вам не стыдно, ребята? Как вам не стыдно? Такую раскоряку сделали. Так еще и пошлую. Непорядок. Так, значит, что мы можем сделать? Мы можем сейчас прямо с ууком стащить документы где-то. Они наверняка где-нибудь будут в офисах. А офисов тут достаточно много. Надо будет это все расследовать. И найти там. То, что нас интересует. А после этого уже заняться более-менее серьезным штурмом. Хотя... Мы уже можем приступать к медленному такому тихому шторму. Сайлент-сторм. Хе-хе. Да. В тему названия будет. А для этого нам нужно... Да нет. Почему... Почему реалтайм вырубается постоянно? Я не понимаю. Опа. Ясно, ясно. Намек понял. Не тупой. Зинаида отсюда стрелять, к сожалению, не может. Не знаю почему только. Наверное, потому что... Что-то мешает. Это логичное объяснение. Хе-хе-хе-хе-хе-хо. Значит, будем перебираться вот сюда. Бедер. Хо-хо-хо. Понятно, понятно. От нас кто-то все-таки спрятался. Кто-то смог от нас спрятаться. Это возможно. Печально, что такое бывает, но ничего. Мы... Это все, можно сказать, почти предвидели. Вот. Теперь это все не проблема. Тут куча патронов для штурмговера. Это у нас для змея. Да, для змея. Змеюшка. Так, хорошо. Зачистка потихоньку совершена. Кстати, смотрите, как пулеметная очередь погнула дверь. Шикарно. Ведь она была такой же прямой, как вот эта. Вообще, в этой игре такая клевая модель разрушения, физика, повреждения. Меня это радует. А вот Рэгдолл... Рэгдолл меня просто смешит. Удивляет. Вот, смотрите, у этого мужика вместо ноги целый еще один мужик. А у этого... Я даже буду представить, что это. Фильм «Человеческая многоножка». Ничто по сравнению с этим всем. Что творится сейчас на экране. Так, здесь еще один мужичок. Мужичок. Ладно. Зинаиду сейчас интересует... Вот этот мужик. Хорошо. Получил по морде, и это здорово. Стелс все-таки в этой игре решает. Мужик решил осмотреться. Но вперед идти немножко побаивается, потому что... Ну, представляю, что тут творится. Наверное, видит, что тут толпа мертвых мужиков валяется, и это, наверное, очень его деморализует. Хм-хм-хм. Ну, деморализация это тоже вид. Психической атаки. А психическая атака это здорово. Надо попить. Зашибись. Если б не вода, питьевая вода столовая, то не было бы этого летсплея. Хорошо. Что мы сможем опять в голову? Насмерть. Ух, как здорово. Значит, мы сможем абсолютно безопасно сюда проползти со временем. А может быть вообще не встретить никого сопротивления. Вот это было бы совсем идеальный вариант. Будем надеяться, что сзади никто на нас не будет... Никто на нас нападать не будет. А в этой игре всякое бывает. Ну, там подкрепление или еще что. И мы сможем абсолютно безопасно обосноваться где-то вот здесь. В этом уголке. Не боясь того, что кто-то к нам приползет сзади. И встретим, конечно же, панцерклейнеров или еще все, что там может таиться на этой гребаной базе. На 91. Хорошо. Очень неплохой дамаг. Зинаида у нас стала основным таким вот снайпером. Потому что она, конечно же, невидимая. И для отстрела вот всяких таких вот часовых она подходит просто идеально. Ну, а для разведки зданий у нас есть, конечно же, сулук. Или сук. Но сулук, наверное, как-то более логично. Или сук. Сук, сик, сэк, сэк. Короче, не знаю. Так. Здесь у нас, я не знаю. Это может быть противник или кто-нибудь оплакивающий этого ганнибала-лектора. Снайперского. Так, ладно. Сняли. Уже можно заступать внутрь. Это хорошо. Или нет. Блин, опять нам не дают реал тайма. Что-то не так с этой миссией. Если бы нам не будут так давать реал тайма, то мы имеем большие шансы слиться, когда встретимся с большими силами противника лицом к лицу. А это меня очень не радует. Да к тому же тут столько дружественной стороны, что это вообще нереально. Кстати, красивое такое здание. Небо просто вообще шикарное. Где вы видели еще такое небо? Это просто нечто. Даже игра просела до 14 фпс. Ох, как здорово. Вот это графика была в 2004 году. Так. Что-то мне не очень понравился вот этот звук, который вы только что слышали. Да-да. А ты могла бы перезарядиться, если бы мы вовремя вошли в пошаговый режим. Ох, но не получил. Ой, не пошаговый. То есть, если бы мы успели это сделать в реалтайме. Вот что я имел в виду. Кстати, против панзеркляйнов стелс не действует, потому что у панзеркляйнов есть датчики. А эти датчики находят нас всех. Поэтому панзеркляйнам очень разумно сперва входить в здание. Ну, во-первых, вряд ли кто внутри помещения будет кто-то, кто сможет противостоять панзеркляйнов. Во-вторых, да хрен его знает. Просто круто. И все. Ладно. Не будем отвлекаться, не будем заговариваться, будем просто нагибать всех. Хо-хо-хо-хо-хо. Что, все уже? Отлично. Попадем? Наверное. Ох, пригвоздило как. Смотрите, что он танцевал немножко. Здорово. Респект таким парням, даже несмотря на то, что они уже трупы, они продолжают свои тренировки, а ты продолжай просиживать свою жизнь за компом. Или как там было в оригинале. Эти мемы рождаются и умирают с... с завидной, я не знаю, там... с завидной скоростью. Думаю, это слово сюда подойдет. Итак. Бедер. Так, значит, пулеметчика положим одного вот сюда. нашего прогрессивного самого Человек-прогресс. Так, змей. Змей нам нужен где-то вот здесь, скорее всего. По одной небольшой причине. У него есть гребаная лазерная винтовка. Ив. Главное, не держаться слишком близко к другим. Хорошо. Оз. Озом надо положить где-нибудь очень стратегически. Так, что это? Выживание. Пойдет. Для солдата это очень важно. Так, и, конечно же, положим. Зинаида. Зинаиду надо... Да, сейчас. Да, сейчас. Куда-нибудь вот сюда. И, конечно же, посадить. Так, а теперь, суг, твой час звездный. Зачистка здания. Поэтому опять сохраняемся на мидл. хорошо. Сук получает новый перк. Это что у нас будет? Бесшумный бег. Это для нас будет сейчас более полезно при зачистке помещений. Ну что ж, посмотрим, что у нас тут ждет. Ну-ка. Солдат-изменник. Хорошо. Будем знать, что здесь... Так. Я слышу их. Я их слышу. Так. Что это у нас тут? Солдат-изменник. Понятно. Сейчас к нас будут встречать. И очень так хорошо встречать. Народ полезет отсюда, отсюда и отсюда. И где тут еще будут панзерклейны? Самое главное не зацепить гражданских. Вот это самое сложное в этой миссии. Хо-хо-хо-хо-хо. Но дружественная сторона такие дебилы тут в этой игре. Да, наверное, вообще, как и в большинстве игр, где есть дружественная сторона, они везде дебилы. Вон, вспомните, Jack Talens Back in Action. Вон. Стоит только стрельнуть из пустолета, сразу сбегаются дети со всей локации. И... Да, ладно. Так, тут у нас простой солдат-изменник. Зинаида. Ты, наверное, знаешь, что делать? У Зинаиды слишком мало патронов. Патронов в винтовке Маузер. Значит, ОС. Вот так. Хорошо. Так, Зинаида. Этим ты можешь заряжаться? Да, можешь. Отлично. Значит. Нет, не можем. Да, можем. Но я не знаю, вдруг это гражданский какой-нибудь. Поэтому рисковать не будем. На всякий случай. И так, значит, 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 разведка доказала, что разведка что-то может доказать. Уже радует. А теперь надо думать. Много и крепко думать. Что нам теперь делать, как и зачем. И главное, чтобы не слиться. Так вот, ненароком. Так, панзерклейнеры, надеюсь, пойдут через этот сектор, если они там есть. Ну, конечно же, есть. Мы слышали же звуки. Если они пойдут отсюда, то нам будет гораздо проще от них отстреливаться. У нас есть две лазерных винтовки. Две гребаных лазерных винтовки. Так, видим, видим, видим. Видим. это гражданский. Так. Так, 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 так. Блин. Как все неудобно. Как все неудобно. Наверное, придется Зинаиду немножко передвигать. Я хорошо. Я немножко не доверяю стрельбе рядом с бочками, потому что стрельба рядом с бочками может случайно повредить какого-нибудь гражданского. неудобно. Так. Мы случайно разнесли полкарты, но я надеюсь, ни один из гражданских не ранен. Потому что если кто-то из гражданских умрет от ранений, то я этого просто не переживу. мое сердце разорвется. Так. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну, по крайней мере, панзерклейнеры в ловушке. Кстати, интересно, на чем держатся вот эти вот створки? А, ясно. Ясно-ясно. Хух. Ну, что ж, на всякий случай вот на это сохранение больше сохраняться не будем. Потому что если кто-то истекает кровью, то это будет очень печально для нас всех. Мы все этого не переживем в конце-то концов. Так, ну, ладно. Если мы зачистим вот этот сектор, то мы сможем разведывать, что у нас творится в этом подвале. А в этом подвале скорее всего творится целый яд. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, снаружи вроде здание такое целенькое, все в порядке. А тут вот такая дырень. Ну и дыра. Так, вот эти вот ворота открылись. Это может означать только одно. За нами уже выехали выехала или то панзерваффен лан давайте попробуем по нему тоже стрельнуть да ладно они попали по бочкам у хорошо так этот у нас чуть-чуть человек с базукой на складе с бензином и со взрывчаткой бегает мне кажется это не очень рациональное оружие для так для такого помещения ох ну ладно хорошо вроде никто не умирает пока что так надо будет еще запастись патронами наверняка здесь будет очень много всяких там патронов для стг для мг хотя для мг сомневаюсь уже почему-то я не знаю может быть и в г стрелять будет такими же патронами как мг тогда это будет вообще идеальный вариант или вообще пересесть на полностью на это самое fg просто будет потом сравнить хорошо зинаида его ранила ранила насмерть но только ранила так ты у нас с рпд но рпд конечно хороший пулемет но нам не интересны его патроны нам интересны патроны только маузер 792 дикий такой калибр был у немецкого оружия время второй мировой войны винтовочный патрон просто дичайший но тем не менее система станок заставила отказаться германию от этого патрона и перейти на каноничные 762 нато 762 на 51 по моему так где зинаида ясно перезарядка и вот сюда яндер стенд для меня также по английски говорю хорошее достижение заметил сук то есть сук потому что сук это то что на дереве то чем зацепился яйцами барсук то за что зацепился барсук вот что я имел ввиду конечно же интересно кому закружится от этого голова нет от этого кайф 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 ладно я не буду вас мучить своей тупостью а просто как нибудь нормальный переждем ход дружеской стороны он блин бесконечный но так попасть ему голову не можем по некоторым причинам потому что загораживает столб у его силовrat Отлично. Подранен слегка. Ой-ой-ой. Тут еще человек к нам вылез. Это нехорошо. Надо было сначала его убивать, потому что он вроде как... О, еще один. Да. Похоже, мы слегка влипли. Опа. Засекли. Да, теперь уже особо не позащищаешься. То есть не постелсишь. Так. Это тот, наверное, или не тот? И он защищается вот этими вот гражданскими. Что мне очень не нравится. Ну ладно, раз приступаем к активной защите, значит приступаем к активной защите. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Откуда полезут все эти черти? Ну, панзерклейнеры, скорее всего, останутся здесь навеки. На этом лифтике маленьком. А мы пока что сохранимся. На middle 2. Middle просто трогать не будем, на всякий случай, потому что мы разнесли после этого проход. И, может быть, нам придется полностью потом это все перезагружать. Так. Здоров, здоров, здоров. Все здоровы. Меня это как... Будущего медицинского работника радует. Что все здоровы. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Сносим. Да-да. Представляю. Приходит кто-то наниматься в какую-то террористическую организацию. А ему там говорят, это безопасно. Так. Ну и, конечно же... Вот так. Хорошо. Хорошая у тебя растяжка. Бэээ. Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Солдат-изменник. Не слишком опасен. Потому что он далеко. Да ё-моё. Какой он настойчивый. Но Зинаида оказалась более стылсовой. Чем он наблюдательный. Так. После этого что будем делать? После того, как зачистим всех этих солдат, которые находятся на этих этажах. Блин, я даже не знаю. Но думаю, в одну серию это не уложится. Да и в две. Думаю, придется потом снимать еще и третью. Когда-нибудь. Может быть. Для чего-нибудь. Хорошо. Значит, больше серий, больше экшена, больше позитива, меньше негатива. Как говорится. Ну что, здорово. Простите. Вот бы еще лазерных винтовок поворовать побольше. Это был бы вообще идеальный вариант. Так. Ну что, а так если. 100%. 95. Здорово. Ой. Простите за эти звуки. Хотя вы, наверное, их даже не слышали. Хорошо. Змей. Отлично. Вот так. Значит, все прячемся. О, змей. И что-то всех него не удается опять выделить. Не знаю, в какой там причине. Ну и, конечно же, стрёмный. Опять давайте сохранимся на этот же самый слот, который у нас был в мидл 2. И пойдем обратно на разведку. Так. Я думаю, Зинаиду мы отведем обратно. Ладно. Ты пустая. Хреново, что я скажу. Так, что у него, у этого мужика у нас? Штурмговер. Ясно. Штурмговер, так штурмговер. Сейчас выйдет на нас. Подранок. Недобиток. Тык, тык, тык. Надо будет потом посмотреть, что это за FG-42. Так, обоймы к маузерам. Но лучше все-таки вместо, вместо четырех обоим маузера иметь один, это барабан к пулемету. Более экономно по месту. И это здорово, мне кажется. Так, ну что, будешь вылезать, чудила? Ну ладно. Давайте посмотрим, что за FG. Ты не можешь сюрпризировать животных, так как это. Так. Тут нас немножко засекли. Я думаю, стрелять будем короткими очередями. Хорошо. Хорошо. Неплохо, кстати. Вполне неплохо. Кстати, звук MG-42 в этой игре отлично тут так записан. Мне нравится, между прочим. Ну ладно. Никому не интересно это во всяком случае. Так, Зинаида. Вот так. Хорошо. Главное, как можно больше их ранить. Одно из ранений может казаться смертельным. Вот так вот. Хоп, и все. Так, 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 так. Ну и все. Ждем этого чувачка. Хорошо он так устро... Ух ты, смотрите. Хо-хо-хо. Я имею новый контакт. Новый контакт. Хорошо. Новые контакты это здорово, это весело. Новые знакомства, новые друзья, всякое такое. Ладно. К черту. Все эти... Фигня. Как же меня бесит этот ход дружесной стороны. Он нереально долгий. Он занимает четверть всего времени, что у нас сейчас здесь творится. Вот бы я не по нему сейчас отработать. Так. Так, 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 так. Ладно. А кто у нас тут? Змей может? Хорошо. Самое главное, не взорвать что-нибудь. А, это иногда случается. Так, стремный. Я бы пострелял. Да ладно. Так. Кажется, мы что-то не то сделали. Боюсь, мы кого-то даже подранили. Из-за дружесной стороны. Этот решил умереть заранее. Типа, ой, ну вас нафиг. Ребята. Да. Разрушение, что надо. Да хотя тут вся дружесная сторона собралась где-то. Не знаю, тут тусят все. Ну и ладно, пусть все тусят. Значит, сохраняться будем только на оставшийся слот middle 2 или middle 3. Я не знаю, что у нас там осталось. Хорошо. Все стелс. Осталось очень мало народу, судя по всему. Потому что мы замочили целую орду. Целая тотаро-монгольская ига остановили, можно сказать. Теперь будем сохраняться только на middle 3. Все. Ну и на middle 1 тоже. Так как времени прошло достаточно много, а мы еще не в тухле. А, кстати, кстати, кстати. Вот это. Фиговина нам и нас интересует слегка. Да, сейчас. Ну-ка. Это будет быстро, я promets. Что это за нафиг? Ладно. Перейдем в этот режим. Что это? ФГ. Ага. Стреляет маузеровскими патронами. Хорошо. Зарядов в обоиме 20. Да, этого маловато, конечно. Ну да ладно. Итак. Ну что ж, давайте попробуем его снять. Выковырить. Да. Я не удивлен. Так. Копов ждем. Ранен. Хорошо. Надо будет такой вот угнать. С такими вот пушками, уже серьезные панцеркляйные, а не та одноразовая ерунда, которую мы там. Так, что это у нас тут? Еще солдат. Ладно. Еще двое солдат. Ничего, пусть выползают. Меня это не беспокоит. Ничуть. А вот патроны для ФГ мы потом соберем. Хорошо. Весьма кстати, ты тут вылез. Снайпер. И как раз получил в бошку. Это, наверное, очень больно. Вообще по голове... Все больно. Так, патроны у змеи кончились. Это неудобно. Не очень хорошо. Так. Что-то у меня подвисает слегка. Видимо уже место на русском диске кончается. А это грустно. Так, значит, что нам надо будет делать с Зинаидой? Убегать нафиг отсюда. И встречать вот этих ребят. Уже из Маузера. Чтобы им было всем очень плохо. Надо же, спряталась прямо на виду. Обожаю Зинаиду. Так, тут у нас этот, и тут у нас еще офицер. Ладно. Змей. Ничего себе, у него 70 очков в действии. Мне кажется, это очень круто. Ладно. Сняли. Уже хорошо. Так, кто у нас еще тут хрустляет? Ив, по-моему, да? Нет, Ив не может до него дотянуться. Ах, ладно. Подождем, пока он к нам сам вылезет. Ого. Тут у нас уже... Серьезные замашки. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну что ж. Убьем этих троих и закончим серию вот эту вот на сегодня. Слишком много вас баловать не буду. Потому что сам уже подустал от этой игры. Поэтому записываю все наперед и очень-очень много. Чтобы сделать себе пару деньков. Не пару деньков, а недельку отдыха. Заслуженного. Поиграть в так любимый не только мной, но и вами Дворфортресс. Еще во что-нибудь поснимать. Обзорчиков. Мини-летсплейщиков. Летсплейчиков. Четвертую завершить решающую серию нашего пособия для начинающих летсплееров. Хорошо. Сняли. Так. Ну что, вылезай. Ага, хитрый. Решил спрятаться от нашего снайпера-змея. Но... Не очень хорошо спрятался, судя по всему. Ну ладно. Раз такое дело, не будем тебе мешать. Так, здесь можно спуститься вниз. Это хорошо. Отсюда можно встретить панзерклейна. Это тоже уже хорошо. Все это меня в какой-то мере уже радует. А все идет, можно сказать, по плану. Главное, чтобы никто случайно не умер из гражданских. Это будет очень печально. Как для меня, так и для вас. Хотя для вас, может быть, это будет наоборот весело. Лишний фейл у Ати. Лишний фейл у Ати. Это всегда праздник. Так. Азинаида сможешь? Вот. Вот что нам надо. Хорошо. Так, ты у нас не можешь. А вот Ив, скорее всего, может. Да, может. Я бы даже сказал, магет. Да. Зачет. Зачет, зачет, зачет. Что это? Быстрый рост навыков. Здорово. Квалифицированный медик. Это вообще идеальный навык для медика. Так, что у нас? Кто еще мог получить очки? Никто. Грустно, грустно. Вот суку бы прокачаться чуть побольше. И он вообще у нас был бы самый настоящий имбой бегающий. Азиатской. Ну, он и так азиат. А так еще будет вообще имба? Имбалансная имба. А что может быть круче имбалансной имбы, которая за нас? Тык, 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 тык. Ну что тут у нас? Вроде никого уже не появляется. А это значит, что со следующим ходом у нас будет пока-пока. Да. Ничего у нас тут интересного не случилось, поэтому даже прятаться не будем. Нет смысла. Только зенейду перезарядим. Ну вот и все. Я думаю, на этом можно уже заканчивать. Давайте сохранимся на МММ. ММ Дэмс. Тогда тут должно быть Н. Да ладно. Окей. И что ли, давайте завершать. Завтра увидите продолжение. Или послезавтра. Ну, в любом случае, скоро вы его увидите. И мне кажется, это крайне здорово. Пока.